Масштабный инвестиционный проект Большой Усть-Илимск стал главной темой рабочего визита губернатора на площадке Элима. Новый целлюлозно-картонный комбинат – крупнейший проект в области отечественной целлюлозно-бумажной промышленности за последние годы. Современное производство возводят с нуля с привлечением ведущих специалистов и наилучших доступных технологий. Проектная мощность строящегося производства – 600 тысяч тонн картона в год. Инвестиции в проект – более миллиарда долларов. Выпарной и варочный цеха, содорегенерационный котел, склад готовой продукции и гигантское техносердце – картоноделательная машина. Крупнейшая машина в России и в Европе. Достаточно сложная, потому что она будет самая широкая машина, больше 9 метров, высокооборотная. Появление нового производства – это не только доказательство того, что компания развивается даже во время пандемии, но и показатель ориентированности на регион присутствия. Пуск ЦКК обеспечит работой сотни человек. Только по предварительным прогнозам количество новых рабочих мест – 850, а значит и молодежь подтянется – гарант будущего. Сегодня поработали уже первый такой наш будет планируемый документ. Мы его планируем подписать в июне. Это соглашение о трудоустройстве студентов, выпускников, в том числе и техникумов, и высших учебных заведений, для того, чтобы компания «Лим» сегодня нам даст соответствующие вакантные должности. Они готовы их обучить. С нашей стороны мы заинтересованы предоставить такие ресурсы трудовые. И еще о будущем. Новый комбинат, он же флагман проекта «Большой Усть-Илимск», станет одним из самых чистых производств региона. Производство, соответствующее самым последним мировым стандартам, полностью защищенное все виды выбросов – газообразных, водных и твердых выбросов. Я думаю, что оно даже будет уникальным. Руководство области подобную ответственность высоко оценило. Игорь Кобзев озвучил готовность власти поддерживать инициативы группы «Лим» и впредь, в частности, по развитию Усть-Илимского аэропорта и созданию лесопитомника. Компания взяла на себя обязательства. 6 миллионов саженцев в год закрытой корневой системы высаживать. Много еще вопросов по семенам. Я думаю, это отдельное обсуждение. Сегодня Захар Давидович обозначил эти вопросы. Я думаю, нужно будет все детализировано проводить, потому что вы знаете, что со стороны правительства мы тоже включились в программу лесовосстановления. А еще регион намерен уделить особое внимание дорожному вопросу. До 2023 года планируют отремонтировать трассу Братск-Усть-Илимск и привести в порядок городские дороги. Денис Медовщиков, Михаил Кузнецов. Специально для новостей ИРТ. Денис Медовщиков, Михаил Кузнецов.